Девушки отдыхают 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 Пока, пока. Ага. Так, Саш, я пошла. Куда? Ну, с Лилей встретиться, посидеть. Столько всего обсудить нужно. Подожди. А ты с кем сейчас полтора часа разговаривала? С Лилей. Извините, Селёв Славан Андреевич, вы нам не подходите. А вы не торопитесь? Я не случайный прохожий. На второй странице начнётся самое интересное. Опыт работы. А на третий вообще на английском. Если надо, переведу. Мне граф и возраст достаточно. Помолодейте, лет на 20 приходите. Вот, значит, Терентьев, сын префекта. Севастьянов, зять замминистра. Ну и Ельшанский, наша гордость. Да знаю я, кто такой Ельшанский. Ну вот, Сильвестер Андреевич, три руководителя департаментов. И кого из них, по-вашему, я должен заменить на обанкротившегося бизнесмена Сергеева? Ой, Сигизмут Яковлевич, ну какая тюрьма. Под следствием помариновали и отпустили. У вас не служба безопасности, а курятник какой-то. Сплетни собираете. Вы мне пропуск закажите, я поднимусь, сами увидите. Алло, алло. Алло. Ну хотя бы туалет пропустите. Да, Анатолий Степанович. Анечка, на 11 Сергеев на собеседование записался. Я про этого деда нервного наслышан. Перезвони ему, скажи, что он нам не подходит. Только придумай причину какую-нибудь корректную. Ну вот, а говорили, что зря раньше пришел. Не провожайте меня. О, Семен Сергеевич. Куда же вы? Семен. Деньги папе нужны были срочно. Поэтому его устраивала любая работа, за которую платят. Да, да, Евочка, да. Нет, не отвлекаешь. Ну просто немножко не вовремя. Я в отделе кадров. Бумаги подписываю. Дома поговорим. Дома. Значит так. Машинка подъезжает. Сначала спрашиваешь, сколько наливать. Потом пистолетик вставляешь. Рычажочек нажимаешь. Пока льется, стоишь, отдыхаешь, ждешь пенсию. А как отключить само? Я просто этот процесс обычно в боковое зеркало наблюдал. Больше, чем оплачено, не накапает. Держи. Ага. Ну, все, что это. Сань, я не понимаю, вот обязательно продукты так завязывать? Что, нельзя было нормально? Теперь рвать придется. Саша. Что, Саша, вот пакет тебе жалко? Извини, мне надоел каждый день этот квест. Саша, вот пакет с продуктами. А это мусор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Филиппка? Да. Ты уже пришел? Да. Так садись уже, Надя. Угу. Давай. Рассказывай. Садись, садись. Что рассказывать? С какой должностью тебя можно поздравить? Не то, чтобы поздравить, наверное, больше соболезновать. Да. Заправщиком устроился. Каким заправщиком? Это пока в лифт приехал, придумал. Ну, я серьезно спрашиваю. Шучу, конечно, шучу. Это мы так на сленге называем нефтегазовый холдинг. Да, заправщиком. Не бери в голову, да. Там должность такая длинная, что можно, как сказку, Милане на ночь глядя рассказывать. Ну, как тебе на новой должности? Замечательно. Офис такой современный. Кабинет дали огромный. По сторонам смотришь, стен не видно. Бюджеты бесконечные. С бухгалтерией уже подружился. А поменяйте крупными. Здесь две тысячи. А что пив за мелкий, Жень, продают? И вот еще, значит, это, ну, Милане на следующее занятие. Пускай танцует, удовольствие получает, как я от работы. Добытник. Саш, что лучше взять? Ну, вот это посимпатичнее. Что? Я говорю, вот эти, эти посимпатичнее колготки в целом. Сергеев. Фотоэпиляция, плюс антицеллюлитный массаж, плюс СПА, плюс процедуры всякие для кожи, плюс педикюр. Тысячу-пятнадцать тысяч в месяц. Ладно, давай, как обычно. Без света. Лидай. Папа очень любил Милану, поэтому терпел работу, которую ненавидел. Чего ты в твои салаганяешь? Не можешь вы бы с какого начать? Удовольствие растягиваю. Сметана, бензиновый соус мой самый любимый. Привыкай. Бенз тут везде. Кстати, я же слыть забыл. На ремень же даю, подержи. Это ты для себя? Или кто-то заказал доставку девяносто пятого? Себе, конечно. Вот так и шлангов по капельке, по чуть-чуть собираю. За день спокойно литров десять можно наценить. Смотри, сейчас охранник выйдет, тебя вместе с грелкой в колонку затолкают. Да ты чё, тут все в курсе. Ну и в доле. Каждый крутится как может. Ты главное никому не мешай. Ну вот с Федей по бензу. Кассиры на кухне подрабатывают. А охрана так, по мелочи. В общем, берём всё. Кроме пожарного инвентаря. Его реально проверяют. У вас не АЗС, ОПГ какое-то. Погоди. Неделька пройдёт, освоишься, сам начнёшь искать варианты. Особенно как первую зарплату увидишь. Будешь? Нет. Алло, Вячеслав Григорьевич? А это что, правда что ли? Вы продаёте вашу машину за 350 тысяч рублей? Да я этот джип у вас сам возьму. Он раза в четыре дороже стоит. Вот ты и попался, Сергеев. В смысле? Я так и знал, что если ты попытаешься сбежать, то увидишь объявление и позвонишь. Быстро в свой кабинет. Ещё на полтора часа. Да, кстати, и листочек оторви. Я его специально для тебя вешал. Да, хорошо. Сильвестр, ты что ли? Думал, показалось. А нет, точно ты винирами под дождём стучишь. Деньги нужны, Олег Ефимович. Вот и работают. Знал, что твоя заправка. И всё равно не побрезговал. А чё, сын-то тебя к себе не пристроил? Или вы оба помощь друг друга не принимаете? Не твоё дело. С самого дна решил подняться. Вот, выбрал. Ниже некуда. Дно видно. А ещё меня учил, как компанию управлять. Ты смотри, как я бизнес-то организовал. По мне, ну, даже олигархи идут шланг подержать. Слышь ты, организатор, здесь у тебя такой беспредел творится. Ты с каждого рубля два теряешь. Так, я не понял. Ворует кто-то? Все. Кроме меня, естественно. Ну-ка, иди сюда. В тепле договорим. Значит так, да? Ладно, предложение такое. Я даю тебе должность управляющего. Ты мне двойной доход за этот месяц. Видал я твоего охранника от Зашуганного. Знаю, что ты людей умеешь мотивировать. Да я-то справлюсь. Только мне с этого что? За бесплатно на маргиналов я могу дома с балкона покричать? А ты молодец. Не потерял хватки. Наведёшь порядок, получишь премию с пятью нулями. Идёт? Вот с цифрой надо было начинать. Договорились? Всё, хватит. Причём, Дим, с днём рождения. Спасибо за угощение. Пойду, агалаковый кусочек отнесу, а то она весь день там с отчётом сидит, с кабинета не выходит. Спасибо. Давай, Сань. Давай. Телефон забыл. Сейчас вернусь. Сань. Так, агалакова у меня нет. Что-то не могу нигде его найти. Спасибо за телефон. О, Сильвестер. Сильвестер Андреевич. Андреевич, мы пришли. Молодцы, куртку расстёгивай. Чё? Слушай, я не знаю, как там у босса повышение получал. Ну, лично я не по этим делам. Грелку доставай, весельчак. Всё, инвентаризация начинается. Значит так, господа индивидуальные предприниматели, поработали на себя, хватит. Теперь снова надо поработать на дядю. В смысле, с тобой делиться надо? Нет, королева бензоколонки. Это значит, что ваш нелегальный бизнес закончился всё, как у людей. Работаете честно, повышаете план, получаете премию. Вопросы есть, вопросов нет. Есть. Как заявление по собственному пишется? Форму сдавать? Нет, не надо. Пусть у вас хоть что-то некраденое останется. Больше на заправке воровать было некому. Иду! Но и работать тоже. Вы нажать забыли. Так, 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 так. Ага, 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 оп, 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 оп. О, а сто рублей есть, чтоб без дачи? Ага, ладно, кэшбэк. Некогда бегать, проезжайте, давайте-ка. Место освободил, можете заносить. О, сейчас. Моё дело привезти, а таскай сам. 45 бутылок, все твои. Здорово, 92-й принимай. Э, погоди, а накладные проверять кто будет? По запаху чувствую, что не кисель принёс. Респиратор-то надень. Некогда. Обалдеть, полную цистерну за 20 минут слил. Ты что, раньше в Формуле-1 работал? Если я скажу тебе, где я раньше работал, ты не уснёшь. Свободен. Подозрительная какая-то машина. Номеров нет, фары выключены. Ещё и встал они у колонки. Странно. Да я же сегодня их криминальной сводки видел. Понятно, а грабить решили. Ничего, я 20 лет с бегемотом проработал, видел пару приёмов. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Силечка, Силечка, ну-ну-ну, наконец-то, ну как ты, лучше говорить можешь? Девочка, солнышко, а где мы? Почему я пристёгнут? А это чтоб, Силечка, ты во второй раз с воздухом драться не начал. Ага. Чего? С каким воздухом? А-а-а, на меня напали четверо. Они что, убежали? Па-па-па-па-па-па, послушай, успокойся, успокойся. Никого не было, тебе всё показалось. Ты просто бензином надышался. Всё в порядке. На, сам посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, взрыва, значит, не было. Да вот взрыв как раз был. Я тебе флешку подарю, каскадёр. Дома на большом экране посмотришь. Ладно. Главное, что все живы. Ефимыч, а сколько я теперь тебе должен, а? Сильвестр, просто не попадайся мне на глаза, и мы в расчёте. Как ты чувствовал? Когда тебя устроил, застраховал всё по полной. Ну, как тебе здесь, Силь? Замечательное место. Здание, правда, какое-то убогое, а место, правда, хорошее. Хватит ворчать. Примот сделать вообще супер будет. Ладно, переодеваться, будь здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочка, я тебя на улице пока жду. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА